Слава Украине! Привет всем от Полуанского. Бавовна. Бавовна очень интересная, нерядовая и нестандартная. Значит, это Мариуполь, временно оккупированный украинский город, оккупированный путинскими боевиками. И там с теми самыми путинскими боевиками происходит нечто непонятное. За последние несколько дней минус 17 оккупантов при различных обстоятельствах в самом городе. То есть подполье работает. Да, друзья мои. Первый случай был следующим. На один из блокпостов подъехали граждане. Похоже, что таджикской национальности тяжело. Рашисты, которые там стояли, не могут точно сказать, но похоже на таджиков. И предложили им перекусить, как обычно, плов, шаурма, какие-то фрукты. За то, что в благодарность, так сказать, ребяткам, ребятам, мальчикам в трусиках, которые дали им возможность приехать в замечательный украинский город и торговать там, вести свой бизнес и так далее. Командир разрешил взять эту всю байду у таджиков, так сказать. В результате, значит, вот эта компания хорошо перекусила, закусила, выпила и отправилась к курсам русского военного корабля прямо на концерт Кобзона. Во всем этом плове и так далее, в всех этих делах, был мышьяк. Их не спасли. 13 человек сразу же, как говорится, корова языком слезала. В то же самое время, в том же Мариуполе, было отминусовано еще четверо оккупантов. При различных обстоятельствах, в различное время. Но есть нечто, что роднит все эти четыре случая. Это темное время суток и это нож в спину. Ну, таким вот образом это все выглядит. То есть, кстати, да, таджиков не нашли, они исчезли. Никто не знает, где они делись. И искать их пытались, но, как говорится, они, знаете, как вот это... Сквозь землю провалились. Нет. Кто ликвидировал расистов при других обстоятельствах, тоже непонятно. Не нашли никого. То есть, мы прекрасно видим, что в городе в полную силу заработало подполье. По поводу отработки при помощи мышьяка. Это уже не первая отработка. Уже там было, перебыло. Расисты, когда у них горят трубы, они готовы пить все, что угодно. А когда выпили, готовы жрать все, что угодно. И брать при этом что угодно, у кого угодно. Ну, и никакие командиры тут не помешают. Короче говоря, это уже не первый случай, не второй, я так думаю, не последний. Их отрабатывают. Понимаете, они думают, что Мариуполь далеко сейчас от линии... Сравнительно далеко от линии фронта. Что с ними ничего не произойдет. Что они находятся, что называется, убого за пасухой. Но это не так. Каждый день напоминает расистам, что Мариуполь это украинский город. И оттуда придется уматывать удочки. Какие со всей остальной территории. Посмотрите, сколько лет существовало та же ГДР. Где это ГДР сегодня? Почело в Бузе. Сколько лет расисты оккупировали Эстонию, Латвию и Литву? Где? Где они там? Их нет. Сколько лет Россия оккупировала Украину? Тут вообще ужас. И где тут Россия сегодня? Получила пинка под зад. Вылетела как пробка из бутылки. Летела отсюда, да? Вот. То есть, надо понимать, что и Мариуполь будет в один день прекрасно и свободен. Я не говорю, что это произойдет завтра, но Мариуполь мы обязательно освободим. Вот. А то, что там действует подполье, это естественно. Подполье, антифашистское движение. Все как полагается. Против путинских оккупантов и так далее. И ничего они с этим не поделают. Вот это вот движение будет работать в Мариуполе до дня его освобождения от российско-фашистской нечисти.